Я ее ведущий Владимир Глазунов. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашей программы. Как и происходит, как и будет происходить в новом сезоне каждый вечер. Звоните нам по телефону 617-5197. Наш электронный адрес в интернете nostalgia.tv.ru Ну вот закончились летние каникулы и мы снова все вместе возвращаемся по времена нашей молодости. А ровно 25 лет назад наши гости, совсем еще юные школьницы, впервые появились в программе «Утренняя звезда». Они не были похожи ни на кого, одетые в джинсы и белоснежной рубашкой с гитарами в руках. Чистые звонкие голоса, юношеская непосредственность и профессионализм моментально сделали трио открытием года и принесли им статус новых звезд нашей эстрады. Совсем скоро они будут отмечать свой творческий юбилей большим концертом в Москве. Итак, в гостях у меня сегодня Настя Макаревич и группа «Лицей». Привет! Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я Субботний вечер около пяти Я с тобой навстречу не спешу идти Жалко тратить время на твоих друзей И издевать со скуки от пустых идей И мальчик милый только и всего Жалко, что в понятных силах одного Полчаса могу терпеть от плохих ход А потом не гневайся, хоть пулю, о И в этом моду, мода, незакон Ставлю чак-капель на магнитопон Ставлю нею друг, все валит на изглук Лишь услышу я его гитары и звук Субботний вечер около пяти Субботний вечер около пяти Субботний вечер Субботний вечер около пяти Субботний вечер около пяти Я с тобой навстречу не спешу идти Жалко тратить время на твоих друзей И издевать со скуки от пустых идей Субботний вечер около пяти Субботний вечер Субботний вечер около пяти Субботний вечер около пяти Субботний вечер Добрый вечер, друзья мои. Рад вас видеть. Я рад, что вы открываете новый сезон у нас. Хотя, с другой стороны, сегодня не субботний вечер, но у меня такое ощущение, что суббота. Как будто я еще в отпуске нахожусь какое-то время. Но мы старались, старались. Вы-то как отдохнули. Хорошо, Лето? Отлично, да, замечательно. Или была работа и подготовка к 25-летию сплошной? Ну, сейчас идет усиленная подготовка, репетиции постоянные, конечно же, готовимся усиленно. 31-го всех-всех-всех ждем. 31-го августа уже, да? 31-го августа, главклабринг-концерт, 8 вечера, да, большой будет такой концерт, много гостей. То есть мы об этом сегодня еще поговорим, я думаю, друзья мои, да? Александр из Кирова-Чепецка дозвонился первым в новом сезоне. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Ну как, мы изменились за время отдыха, Саш? Нет, вы по-прежнему шикарены. Все такие же. И я хочу спросить свой главный вопрос, будет ли Настя переиздавать альбомы группы лицеи в ремастеринге, в диджипаке, потому что я все-таки собираю еще переиздания, а Google Play и Яндекс.Музыка все-таки не то. Понятный вопрос. Вопрос понятен, да, Настя? Будешь ли ты переиздавать альбомы какие-то старого лицея? Ну, у нас недавно вышел сборник лучших песен. Была еще мысль сделать альбом неизданных песен, потому что у нас есть много произведений, там, песни военных лет, вот мы прекрасно исполняли. Да, да, да. Но еще какие-то произведения, которые не вошли в какие-то альбомы, вот, может быть, да, и они будут изданы. Ну, а также сейчас готовится новый альбом, он почти готов. А ты мне как-то рассказывала, что даже песни Алексея Макаревича далеко не все изданы еще, да? Ну, да, папины песни, они будут уже в основном в новом альбоме, который почти готов, там, одну из песен сегодня также споем. То есть вы сегодня не принесли пластиночку, она еще готовится, да, пока что? Ну, я думаю, да, осенью, скорее всего. То есть до 31-го числа мы еще пока ее не увидим на вашем концерте, да? Но много услышите из новенького уже, да, обещаю. Хорошо, договорились. Относительно новые песни Настя уже пообещала, я думаю, она прозвучит через какое-то время, а пока по традиции визитная карточка на коллектив, который сегодня пришел к нам в гости. Группа «Лицей» была создана в 91-м году продюсером Алексеем Макаревичем после посещения концерта детского театра эстрады, где занимались будущие участницы коллектива Анастасия Макаревич, Елена Перова и Изольда Ишханишвили. Дебют трио состоялся в том же году в телевизионной передаче «Утренняя звезда» с песней из репертуара группы «Абба». Но первым выступлением собственным репертуаром принято считать исполнение песни «Субботний вечер» в телешоу «Музыкальный обоз» в апреле 92-го года. Вскоре были записаны два альбома «Домашний арест» и «Подруга ночь». В 95-м году группа получила премию «Овация» в номинации «Открытие года». Поворотным для творчества лицея стал альбом «Открытый занавес». Именно там появилась песня «Осень». Группа неоднократно становилась победителем телеконкурса «Песня года». С песней «Осень» стал лауреатом премии «Золотой граммофон». За 25 лет работы лицей записал 9 дисков, посетил 1329 городов и весей, снял 14 клипов, не считая сольного концерта в Государственном концертном зале «Россия» под названием «Для тебя», документального фильма «На самом деле» и бесчисленных съемок в музыкальных программах на телевидении. С момента создания группы Настя Макаревич является неизменным лидером коллектива. С 2014 года она взяла образ для правления в свои руки. Именно поэтому музыкальный проект, ранее известный как «Группа лицей», теперь носит название «Настя Макаревич и группа лицей». В этом году группа отмечает 25-летний юбилей своей творческой деятельности. Ну, про 25 мы еще будем говорить бесконечно. Сегодня, я думаю, тем более на носу большой грандиозный концерт, который пройдет, где, напомни мне еще раз? Главклав, грим-концерт. Да, это бывший «Йота Спейс», я перевожу. А, это «Йота Спейс», чтобы вы понимали, друзья мои, инстальгирующие. Не все понимают «Йота Спейс», но в интернете можно будет найти информацию. Это же Никита 11. Восемь вечера, 31-го. Ждем всех. Слушай, ты заговорила об отпуске, и у нас, кстати, есть такой вот сюрприз. Мы готовы разыграть сегодня билеты на наш концерт. Так, они у меня, хочу тебе сказать. Вот они. Вот они, да. Себе ничего не зоныкут. 31-го прийти не смогу, это эфирный день. Это четверг, да, насколько я понимаю? Да, это четверг, на следующий день в школу. Ну, так вот символично, да, прямо накануне осени мы решили грянуть. Так, ну, вам понятно, почему накануне осени, да? Просто главная песня, если группа похожа, да? Хорошо, так что, а ты про отпуск? Ну, вот вопрос от нас. Пусть телезрители расскажут, как они и где они любят проводить отпуск. Как они провели, где любят проводить. Ну, и, в общем, самую интересную историю поощрим билетам, я думаю. Макаревич, как была училкой, так и остается, мне кажется. Помните, вот мы возвращаемся после школьных каникул, и первое, что мы пишем, сочинение на тему, как я провел лето. Друзья мои, ничего не меняется в этом отношении. Все-таки группа лицей, а это образовательное учреждение, безусловно, даже судя по названию. Как вы провели это лето, расскажите, поделитесь. Я расскажу, где я был, Настя расскажет, где была, девчонки расскажут, где были, ребята к нам присоединятся. Вы тоже расскажите, где вы были этим летом, и вообще, где, в принципе, любите отдыхать. Что изменилось? Если раньше мы все стремились на Черноморское побережье Кавказа, или там на Черноморское побережье Крыма, или еще каких-то других наших, в Анапу, например, в Геленджик и так далее. Может быть, и сейчас туда ездить, или что-то поменялось? Хотя нет, в Ожделенном раньше все-таки была заграница, но поехать было нельзя. Да, это точно. А поэтому все мы туда на Черное море, туда ездили, лежали, как селедки, в Сочи. А сейчас я по некоторым заметкам в Фейсбуке замечаю, что кто-то посетил 11 стран за лето. Да, было дело. Ты знаешь, это моя давнишняя мечта, вот проехать на машине по всей Европе, и вот она практически осуществилась. То есть реально 11? Половину точно одним махом. 11 стран, да, проехал. Но основные были пункты Венгрия, Хорватия, Черногория, Греция, Италия. Ну, еще с проездом, там, зацепили Австрию, Чехию, Албанию, что-то еще. Польшу, Словакию, Словению. Чего себе, то есть с семьей, да, вы прокатились? В общем, давай билеты сюда. Макаревич Анастасия выиграет билеты на собственный концерт 31 августа. Друзья мои, я шучу, конечно, все вам достанется, тем более, я так понимаю, что здесь у меня даже не два билета, а четыре. Поэтому четыре билета улетают сегодня, не знаю пока куда, но, видимо, за самый оригинальный ответ, да, связанный с отдыхом. Конечно. Поэтому любые ваши версии принимаются. Самые оригинальные, тем более, если вы в Москве находитесь или где-то поближе, и даже если вы на Черноморском побережье Кавказа находитесь, Анастасия в состоянии оплатить дорогу до Москвы и уже, соответственно, посетить концерт. Да, 617, 51, 97. Ну, мы не случайно начали с субботнего вечера, поскольку даже в визитной карточке было понятно, что эта песня, в общем, такая дверь в большой шоу-бизнес для группы лицей. Да, так получилось? Да, это песня, с которой мы, собственно говоря, и начали когда-то. В музабозе, да, это прозвучало когда-то? Да, в музабозе папа вот написал, это была самая первая песня, субботний вечер. Причем там сначала были какие-то другие слова, я помню, такие белая лошадь. Он говорит, что это за песня такая, сначала надо поменять гармонию, такой, белая лошадь, горе не поет. Он говорит, кислова не очень. Поменял слова, получил субботний вечер. Ну, а дальше пошло, поехало, еще одна песня, еще, еще. Ну, сегодня у нас такой драйв 21 века, надавая, друзья мои, все в живом звуке исполняется здесь, в Белой студии. А как это звучало тогда в музабозе, мы можем с вами вспомнить, поностальгировать прямо сейчас. Итак, сегодня на площадке обоза премьера. Премьера 14-летних внучек Чака Берри, группа Лицей. Премьера 14-летних внучек Чака Берри. Субботний вечер, около пяти, я с тобой навстречу не спешу и идти. Жалко тратить время на твоих друзей. И издевать соснуги, а в уши ты идти. Рожденные в СССР. Рожденные в СССР, Настя Макаревич, группа Лицей у меня в гостях сегодня, теперь я понимаю, почему девушки не стареют, а только хорошеют год от года, хотя вот эта цифра страшная, да? 25 лет уже на сцене, потому что с 14 лет все начиналось, оказывается. В 14 лет внучке Чака Берри до вас представили. Прекрасная песня. Ой, я, кстати, была на концерте с Чака Берри несколько лет назад, когда он приезжал. Ему было уже 89 лет. Ты как внучка, разумеется, без билета. Он узнал тебя? Упала на грудь ветеран. Ну, не узнал тебя, по-моему. А почему вас представили внучками Чака Берри на Музабузе? Ты не подумала об этом, не знаешь? Нет версии. Ну, догадываюсь. Догадываешься? Да. Потому что рок-н-ролльное начало, мне кажется, было заложено активное в этих девчонках уже в 14 лет тогда. Вот следующая песенка у нас вообще просто Чак Берри. Следующая песенка, кстати, вот у вас появилась, насколько я так понимаю, она восстановлена некоторое время назад, да? Потому что на прошлом эфире мы с тобой говорили, ты говоришь, вот песню 25 хорошо бы записать. Да? Да, нет, она у нас была на втором альбоме, но вот, собственно говоря, к концерту 25-летию мы ее решили вспомнить, потому что она называется «Когда-нибудь мне будет 25» и вот оно. Случилось. Поехали. Когда-нибудь мне будет 25, и с кем-нибудь я буду вспоминать. А там, как раньше было хорошо, и как стало плохо и несвежок. Когда-нибудь не будет 25, у мамы может будет даже взять, а может и не будет, надо лишь чуть-чуть подождать. Я не хочу ничего об этом знать, я лишь могу погадать. Когда-нибудь мне будет 25, и с кем-нибудь я буду вспоминать. Я лишь могу погадать. 25, папа, 25, мама, это так далеко. 25, папа, 25, мама, это так далеко. Все легко, все легко. Когда-нибудь мне будет 25, я перестану что-то замечать, а чем-то буду думать с высотка, что-то стану делать наверняка. Когда-нибудь мне будет 25, я чего-то буду уставать, а может и не буду, надо лишь чуть-чуть подождать. Я не хочу ничего об этом знать, я лишь могу погадать. 25, папа, 25, мама, это так далеко. 25, папа, 25, мама, это так далеко. 25, папа, 25, мама, это так далеко. 25, папа, 25, папа, 25, мама, это так далеко. 25, папа, 25, папа, 25, мама, это так далеко. 25, папа, 25, мама, это так далеко. Субтитры делал DimaTorzok Да, не думали, не дадали. Песня пророческая оказалась, его честно восстановленная. Я вспоминаю, что некоторое время назад мы действительно с Настей говорили об этой песне. Я говорю, хорошо бы ее записать, потому что к юбилею это было бы очень актуально. Антон из Санкт-Петербурга. Антон, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Я бы хотела рассказать о отдыхе, который мы отдыхали. Где были? Мы с мамой несколько лет назад были в Турии, в Париже. Мы смотрели город со 2 января, были в Диснейленд-парке, посетили многие аттракционы и даже катались в Диснейленд-парке на воздушном шаре. Чего себе. Вот повезло, так повезло. Здорово. Париж очень красивый город. Ну, ты в этом году его не посетила, не осчастливила своим присутствием. Да, насколько я понимаю? Мимо проехала. Кто? Ты. Я? Я была весной. А, весной была в Париже? Отмечала свой день рождения, да. Ах, вот как красиво живут звезды. Отмечаю день рождения в Париже. Не только Антон из Санкт-Петербурга может себе это позволить, но и Анастасия Макаревич. А что касается другого дня рождения, все это будет 31 числа. У меня в руках билеты, я попрошу их сейчас крупным планом показать, чтобы вас вдохновить, друзья мои. Вот так они выглядят. Видно ли? Вот так группа лицей в полном составе здесь. Две Анастасии тут присутствуют. И София, конечно. Все это будет 31 числа. Сейчас я прочиту где, все время забываю. Глав Клаб, Грин Концерт. Улица Арджиникиица, дом 11, да? Все верно теперь? Все верно, да, да. Все верно. Теперь еще один день рождения не в Париже, а уже в Москве, отметит Анастасия Макаревич. Только не свой, а своего коллектива. Какими были 25 эти, Настя? Насколько сложными? Или все-таки ты сама не заметила, как они прилетели? Прекрасными. Да, ты знаешь, время летит очень быстро. Учитель время. Одна из новых. Замечательно. Я считаю, что 25 это прекрасный возраст для группы. Вот самое оно. Когда-то, ты знаешь, мы выходили, я помню, на 25-летие машины. Открывали концерт на Красной площади, мне казалось, 25. А сейчас, да, 25. Отлично. На нем и остановились. Машина придет в Грин Клаб, я понимаю, открывать теперь ваше мероприятие. Андрюша, к сожалению, не сможет, но придет Леша Романов. Группа «Воскресенье», я думаю, не надо представлять. Ну, собственно говоря, благодаря его песням когда-то все это началось, потому что и папа Алексей Макаревич играл в «Воскресенье». Из песен, с Лешиных песен мы начинали. Да, да, да. И продолжаем, собственно говоря, часто поем их в концерте, исполняем на концертах. И вот с Лешей споем несколько нетленных произведений. То есть мы начали уже раскрывать вам тайны относительно того, кто из гостей придет поздравить. Группу «Лицей» 31 числа. А гости будут именитые. И вот одного из них, Алексея Макаревича, и группу «Воскресенье» мы вспомнили. Вы тоже увидите на мероприятии 31 числа. Я сейчас подумал о том, что в советскую пору мы жили такими пятилетками, да? Пятилетка была там, даешь пятилетку в 4 года и так далее. В 92 году, как выглядел лицей с песней «Случайная встреча» мы вам показали. Если мы сейчас вот так к юбилею группы пойдем по пятилеткам, то самое время увидеть, как группа выглядела и что пела в 97 году. Ветер, танцуя, зовет страх одного двора. Птицы уходят по небу все дальше и выше. Видно, пришла и для нас расставание пора. Улетай, мой друг, вместе с птицами на юг. Ничего уже не изменить. Даже там, с другой, за далекою рекой Ты не сможешь все забыть. Рожденные в СССР Рожденные все-таки в СССР, если вспоминать 91-й год, а потом уже и 92-й год, когда группа стала известной. Группа «Лицей» у меня сегодня в гостях в прямом эфире. Как выясняется, огромное количество песен, которые, быть может, не стали такими хитами, как «Осень», но безумно красивых песен было спето за эти 25 лет. Вот одна из твоих любимых, ты только что мне сказала. Да, это моя любимая песня «Расставание», очень ее люблю. То есть она тоже будет звучать, я думаю, да, со временем? Все лучшие песни, да, исполним 31-го обязательно. И ровно 25. Хорошо, договорились. А следующая песня называется «У природы нет плохой погоды» или как-то так? Подожди. Ваня, какая у нас следующая песня? Синоптики. Синоптики, она про погоду. Это наша песенка, да. Нам ее написал Паша Есенин. Так. Ну, в общем, осень обещают теплую, я так поняла. Так что синоптики, друзья. Перепутал дождь. Города и улицы. И ушел к тебе, мне оставив солнце. Даже если что-то и не рифмуется, Все же слетают языка. Дождь тебе скажут синоптики, Мне же считать облака. Только безоблачное небо в этом городе Безоговорочно бы всё начать опять Чтобы безоблачное небо стало поводом Так безостенчиво кого-нибудь обнять Мне теперь от солнца сиять и щурится И разглядывать пешеходов птицам И потом из них, может быть, избудется Но что давно хотела я Лождь обещали синоптики Мне обещали тебя Только безоблачное небо в этом городе Безоговорочно бы всё начать опять Чтобы безоблачное небо стало поводом Так безостенчиво кого-нибудь обнять Только безоблачное небо в этом городе Безоговорочно бы всё начать опять Чтобы безоблачное небо стало поводом Так безостенчиво кого-нибудь обнять ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот уже новая вещь прозвучала Я думаю, что новые вещи тоже прозвучат на юбилейном концерте Это 31 числа Я напомню, что мы сегодня разыгрываем билеты На тот самый юбилейный концерт Группы лицей Который состоится 31 числа в 20 часов Главклаб Грин концерт 617-5197 Вам достаточно лишь позвонить и ответить на вопрос Где вы предпочитаете отдыхать? Черноморское побережье? Либо всё-таки в Вожделенный Забугор? Туда, за границей? 617-5197 И заодно мы сегодня вспоминаем По вехам, по пятилеткам идём Относительно творческой биографии группы лицей Если до этого был у нас какой год? 97-й 5 лет отчитываем 8-й, 9-й, 10-й На пальчиках Да, 2002-й получается Следующая пятилетка Это получается уже 2002-й год Что пели тогда? Давайте смотреть Рождённые в СССР Ну, по девчонкам, конечно, не скажешь Что они рождены в СССР Молодые слишком Но, тем не менее Если отчитывать от 91-го года То группа, рождённые в СССР Лицеи у меня сегодня в гостях В прямом эфире Всё-таки стали они взрослыми Если уж дожили до такой даты До 25-летия Илья из Белгорода Илья, добрый вечер Здравствуйте Добрый вечер Добрый вечер А, Володя Да Добрый вечер Адонист Стихилист Что, 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 что? Ась Нужен перевод какой-то Видимо, в Белгороде Стали уже говорить Даже не на мове Хотя вы рядом находитесь А на другом языке каком-то А где вы провели лето? Что касается меня Я был в Баку На протяжении недели Ходился в этом красивом городе И вот Зауру Алиеву Которая является организатором Многих концертов И мероприятий в Баку С которыми мы готовим какие-то мероприятия Уже поступила заявка Пригласить Может быть, ты видела на фейсбуке Вас в этот город Через какое-то время Если вы, конечно, согласитесь Мы были в Баку Не бывали еще там? Да, очень красиво Не были там? Мы были, но давно Так что вот приедем Все вместе Баку меня поразил, конечно Символейным концертом Своей красотой Своим гостеприимством Не сомневаюсь С удовольствием И своими килограммами, к сожалению Я там набрал 5 килограмм Поскольку очень вкусно Ну, с сегодняшнего дня С понедельника на диету С тобой путешествия ничего не делают Я смотрю Это пати такое она утягивает Настя, а вы где были? Я была в Грузии Как раз Недалеко там А, это было рядом То есть я махал рукой Очарована местным колоритом И что касается курортов Черного моря О которых вы говорили Конечно, можно стремиться за границу Друзья, если хотите за границу Уезжайте в Грузию Это тоже Черное море Но за границу И там очень любят русских Да, к русским там прекрасно Очень хорошо принимают И очень хорошо кормят тоже Поэтому у меня гитары сегодня побольше Чем у девчонок Да ладно, девчонки Вот они вот как были стройняшки Так и остались таким Никакая Грузия с их хинкали Хинкали же основной Хинкали Хинкали Правильно нам говорит Не влияет на что это Хотя, не знаю Ты была в Тбилиси или в Батуми? В Тбилиси, в Батуми Ну если Черное море То до Батуми доехало получается Да, до Уреки даже доехали Там вверх по побережью То есть и хинкали И хачапури Все это было попробовано Сациви Бесподобно София где рассказывает Побывала? Ой, София была В этом году в Греции Мне очень понравилось Я не была в этой стране никогда Шикарное море Чистое Просто лазурное И на лазурном берегу Ну что говорить Конечно Вот такой озоновый слой Который там Он заряжает На большое количество времени Конечно нужно выезжать Приехали в Москву Зарядились И вот в общем-то Ну давай пахать Готовиться к ответственному мероприятию Каждый день Репетиции Репетиции Мне надо обязательно вырываться Путешествовать Мне кажется Это замечательно Это заряжает такой энергией Не переключает Да Каких-то забот и проблем Очень сильно И включает Хорошо Работу потом Что касается твоей Греции Мне кажется Ты была вдохновлена Этой страной давно уже Да По-моему Одна из любимых стран Ты знаешь Это у тебя было в фейсбуке написано Что я теперь знаю Где старость Проводить свою Ой там так вкусно Красиво Вкусно Замечательно Прекрасные люди У меня в детстве Была кассета Сертаки А вот откуда ты Вечерами Не только гитара Но и Сертаки Да Я помню Танцевали Всегда когда приходили гости Поэтому В грязь лицом не ударило Ну что Самое время Сертаки В исполнении Анастасии Макаревич Услышать нам сейчас Вместо Сертак Планета 5 Да Я так думаю Следующая песня Это да Если я правильно читаю Да Все верно Ты нам подсказывай Хорошо Я подсказываю Планета 5 Звучит номер 4 Сейчас четвертая песня Может мы С тобой встречались Но друг друга Не узнали Ты был птицей Я была рекой Улетали Улетали Уплывали Но совсем другими стали Эти отражения Нас с тобой Только не забудь Моя душа Планета 5 И ты иди Куда-нибудь И где-нибудь Я буду ждать Послушай Только не забудь Моя любовь Всегда с тобой Как горизонт И солнце Путь Как это небо Над землей От любви Растут деревья И мои Растут желания Я хочу С тобою Рядом быть Ты-ти-ти-ти-ти Мое земное тело Парисуешь вверх Ногами Это мы так Учимся любить Только не забудь Моя душа Планета 5 И ты иди Куда-нибудь И где-нибудь Я буду ждать Послушай Только не забудь Моя любовь Всегда с тобой Как горизонт И солнце Путь Как это небо Над землей Над землей Затянувшись сигаретой Ты идешь К метро За хлебом И исчезая Где-то вдалеке Ты приходишь Через землю И уходишь Через небо Как и этот ветер Налеке Только не забудь Моя душа Планета 5 И ты иди Куда-нибудь И где-нибудь Я буду ждать Послушай Только не забудь Моя любовь Всегда с тобой Как горизонт И солнце Путь Как это небо Над землей Только не забудь Моя душа Планета 5 И ты иди Куда-нибудь И где-нибудь Я буду ждать Послушай Только не забудь Моя любовь Всегда с тобой Как горизонт И солнце Путь Как это небо Над землей Я буду ждать Я буду ждать Я буду ждать В эфир Я отдыхала В этом году В Болгарии Тоже все равно На Черном море Правда В Болгарии была Первый раз И с большим удовольствием Ну вы помните Как в советскую пору Говорили про Болгарию Да Курица не птица Курица не птица Болгария не за границей Изменилось что-то? Ну на самом деле нет Действительно Она такая Очень какая-то Домашняя Очень смешной Язык Русскими буквами Забавные Нерусские слова Но в общем Очень смешной Язык И давно мечтаю попасть в Грузию И вот никак не получается Завидую Это к Насте Она теперь гид по Грузии Она будет подрабатывать Обращайтесь если что Да А у меня такой вопрос Вот Если Вернее не так В каком городе Или может быть в стране В каком месте Вот у вас были Самые запоминающиеся Гастроли Или концерты Были ли вот какие-то Такие места Особенные для вас Спасибо Спасибо Ну я думаю спрашивали тебя уже Не раз наверное Да Ну на самом деле Таких гастролей было Очень много И в каждый город Куда мы приезжаем Всегда такой потрясающий прием Ну не знаю В Омск Екатеринбург Новгород Владивосток Ну везде Начинаешь вспоминать что-то Какие-то вдруг Воспоминания Вдруг раз Да У нас все гастроли Очень веселые Запоминающиеся Нет 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 Были допустим Очень веселые гастроли Когда мы большой Творческой Артистической компании Летали Красноярск наверное Да где мы застряли На 7 дней Норильск На 7 дней Норильск Мы не могли взлететь Да какой-то там Со стороны был ветер Что сносил Просто самолет Потом Через 7 дней Когда мы съели Там запасы Все Это отличная история В Норильске Да и представляешь Мы выбирались оттуда На вертолетах Потом на самолете Потом где-то спали в каких-то И нам даже Разрешили порулить В кабине пилота А недавно Сонька мне тоже на день рождения Подарила такой подарок Я боюсь очень летать Ну не знаю Видно как-то со временем Я видел ты рулила Да Управляла самолетом Да И мы пошли вот в этот симулятор Где можно поуправлять И там оказался пилот Как раз с которым мы сажали самолет Я говорю после этого Вы теперь работайте здесь На самом деле Настя сказала Что ей стало чуть-чуть Чуть-чуть отпустило Мне стало намного страшнее Это действительно Это вот все в его руках Это вот прям вот Не ну на видео это смотрелось Очень эффектно Очень круто на видео это смотрелось Вы же все сняли эту историю Настюха просто посадила Подняла самолет Просто как профи Настоящий Я думаю что в следующий раз Настюха в Норильске поднимет самолет Если вдруг на недельку там она застрянет И закончатся запасы с тушоткой Которые традиционно возят с собой группа лицей Алексей из Санкт-Петербурга Алексей добрый вечер Сегодня Питер очень активен Алексей добрый вечер Добрый вечер Слушаем вас Хотел рассказать что это было Самое лучшее лето в моей жизни Так как у нас родился наш Долгожданный ребенок Ух ты Поздравляем Поздравляем Спасибо Мы его очень ждали Вот у нас Теперь пополнение Теперь большая семья Мы очень счастливы Хочу Жене своей сказать большое спасибо Пусть растет здоровеньким И умненьким Спасибо Как же здорово Никакой отдых не нужен Правда У меня тоже дочка летом появилась 3 июля Я рода еще к тому же сам принимал Это было очень волнительно Всегда Действительно Никакой отдых в этот момент не нужен Но после рождения ребенка Какой отдых? Правда 2 месяца Мы сразу же уехали в Коктебель И первое ее путешествие Состоялось в двухмесячном возрасте Ничего себе Я думаю что Знаете что надо сделать Поскольку Питер сегодня Так активен Кстати в Питер мы тоже приедем 29 сентября Вот я хотел сказать что люди которые Придут и дадут какое-нибудь Кодовое слово Из Петербурга звонившие сегодня Допустим Ностальгия Либо рожденные в СССР Через вашего администратора К ним можно будет тоже Как-то организовать Вход на концерт Да? Конечно Особенно этому человеку маленькому Который только что появился на свет Я думаю какая-то колыбельная В исполнении группы лицей Исключительно для вас в Санкт-Петербурге прозвучит А пока идем по годам Вспоминаем пятилетки группы Мы говорили о 2002 году Вот Елена Вовко Елена Вовко придумала сегодня оригинальный ход Наш редактор Относительно пятилеток Вот сейчас мы идем к седьмому году Что тогда пела группа лицей Потом вернемся Кружит и вьется и мамит дорога Словно подянной спешащая кровь Много земного и без того много С давним желанием понять Что такое любовь Любовь Любовь, любовь, любовь Да ты не помнишь Как стал человеком Только жалеешь Потраченных сил Знает лишь небо Да звездные реки То, чем когда-то дышал А теперь позабыл Позабыл Пожденные пальцы СССР Ну, позабыть мы вам не дадим ничего Ни сегодня, ни тем более 31 числа Когда прозвучат в огромном количестве Самые лучшие песни группы лицей И сегодня мы так пытаемся Уложиться в маленький концерт Для того, чтобы вам презентовать Какую-то сжатую программу И, разумеется, главные хиты И главный хит обязательно В конце, я думаю, программы Сегодня прозвучит Поэтому не переключайтесь Оставайтесь с нами В эфире мы будем всего лишь 16 минут Я смотрю, уже София была в 2007 году Я была в 2002-м Мне так обидно, что вот эту песенку Спела Светлана Которая была в коллективе полгода Ты станешь взрослой И, в общем-то, и пришла Я заняла место Да-да-да-да Освободившись То есть у тебя тоже год, получается, юбилейный Да? 15 лет ты в коллективе уже Да-да-да Я 15 лет в коллективе У меня тоже юбилей У меня тоже маленький Сплошные юбилеи у вас в группе Да-да-да-да И поэтому я не попала в клип Я так тогда переживала По этому поводу Хорошо, что не ушла хлопнув дверью Как некоторые делали Исполнительные субтитры Ну, ты знаешь, я только пришла Было бы... Не будем сегодня про кого говорить Не переживай Было бы очень смешно Было бы очень смешно прийти И хлопнуть дверью Следующий звонок из Волокды Сергей, добрый вечер Здравствуйте Здравствуйте слушаем вот как бы мне очень нравится группа лицея с детства я слушаю со школьных времен даже мне очень нравится осень так как бы она мне впала в душ как бы я хотел насчет лета рассказать что вот я провел как бы с детьми вот особенно что на на речке вот так ну как бы в основном все на твоей что никуда не уезжал ну солнышко грело вы стойкий человек это было очень мало как в основном все дожди ну вот такое лето было лето да не только волога такое но и в москве такое было я вот когда вернулся из теплых стран кстати вот последнее путешествие было этим летом на кипр практически 10 дней даже больше провел там я очень хочу чтобы гастроли группа лицея состоялись и там поскольку вместе с продюсером ольга константину и вместе с русским радио на кипре мы сейчас организуем такие серьезные поэтические фестивали там и музыкальные тоже поэтому с радостью вас тоже приглашаем за какое-то время были у вас гастроли на киприч думаю что пока узнаем что же о чем мечтает каждая девчонка в коллективе как-то не умечтала следующая вещь и и и Иди к нему И расскажи свою печаль Люби его Но ничего не обещала Что потом Не говори о том Как ты о нем мечтала Ты не расскажешь никому Как ты о нем мечтала Все отдавала лишь ему Как ты о нем мечтала Не закрывай свои глаза Целого мира мало Пусть по щеке бежит слеза Отдай ему Отдай ему Он ничего не даст взамен Прости ему Ошибки будущих и взлет А что потом Не говори о том Как ты о нем мечтала Ты не расскажешь никому Как ты о нем мечтала Все отдавала лишь ему Как ты о нем мечтала Не закрывай свои глаза Целого мира мало Пусть по щеке бежит слеза Целого мира мало Чтобы держать его плену Как ты о нем мечтала Ты не расскажешь никому Как ты о нем мечтала Как ты о нем мечтала Ты не расскажешь никому Как ты о нем мечтала Все отдавала лишь ему Как ты о нем мечтала Не закрывай свои глаза Целого мира мало Пусть по щеке бежит слеза Пусть по щеке бежит слеза Целого мира мало Как ты о нем мечтала Не мечтала Не мечтала Не мечтала Замечательно О чем мечтает Любовь из Екатеринбурга узнаем сейчас Любовь, добрый вечер Добрый вечер Девчонки Добрый вечер Я хочу вам сказать, какие же вы все красивые Спасибо большое В прошлый раз я не смогла дозвониться И очень жаль, что кое-кто из вашей группы не надел тот красный комбинезон Очень сексуально София, по-моему, была в красном комбинезон Да, да, он мой любимый Успехов, успехов, любви Спасибо большое Всего самого наилучшего Спасибо, очень приятно Спасибо На концерт обязательно наденем красный комбинезон И споем красную помаду Что-то не закончили? Песня очень всегда всем нравится Потому что я пою ее вместе с вами Так что считайте, что я в вашей группе Отдыхать я очень любила В Прибалтике, Вильнюс, Литва Там так красиво Там такие чудесные люди Доброжелательные Нас очень хорошо принимали Спасибо вам за воспоминания Прибалтика действительно была тоже вожделенной Практически зарубежной страной Для отдыхающих из Советского Союза Сейчас, говорят, в Юрмале уже не так многолюдно, как бывало раньше Не знаю, были вы в Юрмале в последние годы? В последние годы нет А раньше частенько бывали Раньше было там раздолье, да? Что касается Екатеринбурга Я думаю, что действительно вам нужно квартетом попробовать исполнить Действительно, что трио Трио лицей мы все время называем Ансамбль, группа Быть может, если девушки приедут в Екатеринбург Вы присоединяйтесь И песня «Осень» прозвучит в каком-то новом оригинальном исполнении Вообще, когда мы смотрим выступления в записи разных прошлых лет Либо видим на авансцене трех красивых девушек Всегда кажется, что только они составляют большую часть этого коллектива На самом деле, посмотрите, какое огромное количество музыкантов Уже не в первый раз приходят вместе с Настей Макаревичей группой «Лицей» в студию Они тоже отмечают 25-летие Представите, ребята? Да, прекрасно, что ты об этом заговорил Да, давай мы представим наш замечательный коллектив Прекрасный гитарист Сергей Колчев Очень приятно Аплодисменты, товарищи Сногсшибательный Иван Зеленков Александр Карпухин Наш самый лучший барабанщик Екатерина Непрук Очень приятно сказать И Михаил Корсаков Анастасия Березовская Анастасия Макаревича И София Тай Все это вместе группа «Лицей» Насколько видишь, очень много Которые совсем скоро отметят свой юбилей 25 лет Ну а пока мы идем по годам Давайте уже подойдем ближе к нашим дням Если мы седьмой год вспоминали тогда Отчитываем пять лет Что пил «Лицей» в 2012 Где-то без меня Ты снова учишься дышать Где-то без меня Ты встретишь новую ее Где-то без меня Ты никогда не должен знать Где-то без меня Что мне совсем не все равно Отпусти Лишь один новый Но отключаем Ты близкая вчера Снова далеко Отпусти Я уже не твоя Добрый вечер, Александр, слушаем вас Алло, добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Вы знаете, я прокатился от Канаров до Таиланда Ничего себе тур Да, когда в Испании был Все очень тащатся там Саграда, фамилия Дом Гауди Дафигуэрос Дом Сальваторе Дали А вы знаете, вот я пришел как-то на Красную площадь На Манежную И хочу спросить своих гостей А когда вы последний раз были на Красной площади И смотрели, какая там прекрасная обстановка Как там все иностранцы ходят Просто с открытой пастью Радуются нашему московскому Кремлю Вот знаете, когда я проезжаю откуда-нибудь из-за границы У меня все время одно и то же ощущение Одна и та же мысль Всегда Как же у нас хорошо Как же у нас красиво по-настоящему А как у нас стало действительно в последние годы Какая красота Ну вот если не брать последние полгода Я только хотела сказать, что Красной площади не подберешься Не подъедешь и не подойдешь Но как красиво, как украшают Как для горожан стараются Какие придумывают Тут я готова поспорить Я хотела сказать, что... Сейчас будут антисобянинские лозунги Плитку вспомнили А какие партии? Ты знаешь, сейчас есть очень много интересных экскурсий по Москве Вот не обязательно на Красную площадь Не, Красная площадь, конечно, это знаковое место, очень красивое А вот бывают экскурсии по каким-то неожиданным дворикам Дома, которые ты никогда не видел в Москве Вот я сейчас схожу со своими детьми Это действительно очень интересно и познавательно Ну что ж ты нас не берешь? Возьму, возьму обязательно Я просто думал, что когда Настя говорит Я хожу со своими детьми, она имеет Они же выросли на моих песнях Они выросли на ее песнях Ну что, мне кажется, сложно сегодня определить победителя Тем более, что в основном звонили из разных городов И мало было звонков из Москвы Поэтому, наверное, как мы поступим в данном случае? А кто был из Москвы? Поэтому тот, кто нам звонил из Москвы В данном случае, кто нам звонит? Артем из Волгограда Артем, слушаем вас, давайте говорить Артем, коротко, мало времени Артем, говорите Да, 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 здравствуйте 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 Говорите, 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 Артем Меня хорошо слышно? Очень хорошо говорите Да, мы слышим вас Без телефона звоню просто Так, Артем, слушаем вас Смирее Ну, у вас там был вопрос, что именно где отдыхали Артем, отвечаете, конечно, да Где отдыхали? Кроме Волги Ну, в основном вот только на Волге Кстати, на Волге тоже очень хорошо А какая там жара На Волге, да, жара А в это лето вообще, по-моему, у вас до 37 поднималось Ну что, давайте, кто первый нам звонится Из ответивших на вопрос сегодня Тому и мы адресуем эти билеты Чтобы не было обидно Согласны? Хорошо? Все по-честному Ну, нельзя вас отпустить без песни Осень, правда? Тем более осень уже на носу И накануне осени состоится концерт Да, всех ждем на наш концерт 31 августа Главклаб Грин Концерт Осень, осень Друзья, поем все вместе Спасибо Свет твоего окна Был он или нет Стало вдруг темно И стало все равно Есть он или нет Тот волшебный цвет Свет твоего окна Цвет моей любви Ты отпусти меня Ты отпусти меня И больше не зови Не зови Не зови Осень Осень Не застыл И листья сбросит И лихонь Ветер гонит И ты за мной Осень Осень Ну, давай У листья сбросит Где Он мая Вечный май Свет Твоего окна Был он или нет Ты выпал Первый снег Снег, снег, снег Это же вода Растает и уйдет Как моя беда Раз и навсегда Осень 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 Не застыл И листья сбросит И лихонь Ветер гонит И ты за мной Осень Осень Ну, давай У листья сбросит Где Он Моя Вечная Вать И Твоего окна Конечно Ну, давай Олзи Если Ветер Более Олзи Осень, осень, лес остыл и листьев сбросит И лихой ветер гонит их за мной Осень, осень, ну давай у листьев сбросит Где он май, вечный май Осень, осень, ну давай у листьев сбросит Где он май, вечный май Вечный май Друзья, 31 августа в восемь вечера Главный клав, Гребенцов, мы всех ждем На наш кабелейный вечер Приходите и споем вместе Друзья, 31 августа в восемь вечера Гребенцов, 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 Гребенцов